В Будапеште продолжается чемпионат мира под дзюдо, который проходит с соблюдением мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. Зрителей немного, все они венгерские болельщики. Однако, несмотря на их поддержку, Река Пуп в третьем раунде уступила Айшишиме. Японка положила конец надеждам хозяев турнира на медаль во второй день соревнований и продолжила свой путь к финалу в весе до 52 килограммов. Ее соперницей в поединке за золотую награду стала испанка Анна Пересбокс. На последней минуте основного времени Айшишиме удалось выполнить бросок у Чимата, а затем удержать Пересбокс на татами до Япона. Японка стала двукратной чемпионкой мира. В первый раз она завоевала золото мирового первенства также в столице Венгрии 4 года назад. Я впервые стала чемпионкой мира в Будапеште и очень рада вернуться сюда и повторить свой успех. В финале в категории до 66 килограммов среди мужчин встретились два фаворита этого чемпионата – Йоширо Маруяма и Мануэль Ламбардо. Оба дзюдоиста были настроены очень решительно и не собирались сдаваться без боя. Вверх в этом поединке одержал Муруяма, который сумел выбрать подходящий момент и выполнить бросок Томоя Наги, за который получил оценку Вадзари. Этого оказалось достаточно для победы в этом матче и защиты титула чемпиона мира. После боя соперники обнялись и напомнили, что среди ценностей дзюдо огромное значение, имеют дружба и взаимное уважение. Золотую медаль Маруяма получил из рук Александра Карелина, трехкратного олимпийского чемпиона и девятикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе. Второй день соревнований в Будапеште подарил поклонникам дзюдо множество зрелищных поединков и побед с ипоном. У российских любителей этого вида спорта тоже был повод для радости. Якуб Шамилов завоевал бронзовую медаль. Это первая награда чемпионата мира в его карьере.